всем привет спасибо как всегда говорю тем кто пишет комментарии под моими замечательными монологами правда не длинными я могу говорить долго много но зачем когда можно коротко и расплывчато как я люблю изъясняться так вот пишите комментарии потому что очень интересные дискуссии возникают этих самых комментариях я к ним присоединяюсь иногда по мере возможности не успеваю на все комментарии ответить потому что у меня еще есть работа кроме вот этой болтовни которую я здесь устраиваю ну уж извините когда отвечаю тогда отвечаю когда могу точнее тогда отвечаю так что пообщаемся ну и хочу как всегда вспомнить молодость хотя какую молодость меня сейчас молодость продолжается никуда она не делать вспомнить старую музыку старые пластинки на которых я вырос возмужал заматерил учился не только играть вообще учился воспринимать что-то что происходит вокруг меня то есть все что происходит вокруг меня вот как я начал здорово а начал там потому что вот эту пластиночку достал это третий альбом одной из моих самых любимых групп направление под названием гранж странное странное определение вообще я много раз говорил про стилевые всякие вот эти деления группы очень разные их много и все они объединяются под каким-то единым названием единым определением гранж прог-рок артрок что-то еще такое чем-то полная фигня потому что мне сразу начинают оппонировать ну а как же а фанк а соул а фанк и соул это совсем другое это чисто музыкальные термины они выдуманные журналистами типа там панк-рок арт-панк вот это вся чушь бесконечная но я отвлекся вот собственно vitalogy третий альбом группы pearl jam замечательный и это первый альбом pearl jam который я услышал в своей жизни в далекие 90-е годы и сразу был очарован этой музыкой с тех пор pearl jam у меня среди вот этого самого так называемого гранжа так называемый тяжелой музыки 90-х на первом месте я их больше гораздо люблю чем нирвану чем soundgarden чем там элисон чейнс все вот эти остальные stone temple pilots хотя все это я люблю слушаю за исключением элисон чейнс наверное про которых я тоже поговорю в свое время у меня есть пара пластинок но они настолько депрессивны на мой взгляд для меня на мой вкус что я их слушаю чрезвычайно редко и мне в основном нравится там гитарная работа в элисон чейнс больше практически ничего soundgarden это слишком тяжелая все-таки группа слишком хард-роковая слишком такая в сторону led zeppelin склоняющаяся но интересно я тоже их люблю они очень хорошие от pearl jam что я могу сказать про них они меня очаровали именно этим альбомом потом всеми остальными у меня правда немного осталось их пластинок были собраны все я слушал их с удовольствием с первой до последний на сегодняшний день но быт меломана быт винильщика он таков что пластинки в коллекции время от времени меняются что-то что-то на что-то меняется что-то продается что-то покупается новое и как-то рассосался у меня перл джем вот три штуки осталось и я про них про все и поговорю может быть с течением времени появится снова потому что в любой меломанской коллекции у любого винильщика масса пластинок появляются по 10 раз по 15 раз одни и те же пластинки потом они уходят потом они возвращаются так но это такая жизнь те кто винил не собирают те не поймут это так и есть на самом пластинке я вспомнил как-то об этом говорил год назад есть пластинки которые я покупал в свое время на толчке то есть на черном рынке там на улице серовного казачества году семьдесят девятом или в восьмидесятом потом они от меня уходили а потом я их купил те же самые те же самые абсолютно сломан уголок там здесь царапинка там это та же самая родная пластинка которая была у меня когда-то когда я был совсем еще и юным такой круговорот воды в природе но это не касается данного альбома перл джем это новое издание очень хорошая 94 год так вот я возвращусь к тому чем меня очаровал перл джем во первых тем что музыка совершенно новая совершенно на тот момент времени 94 год абсолютно новое звучание новая подача новое настроение а настроить настроение это наверное единственное что объединяет вот все названные мной группы условное название гранж это такая интровертная музыка музыка уже музыка внутренние внутренних переживаний в отличие от экстравертной музыки так называемого классического урока которая вся направлена на воспитание молодежи я бы так сказал на попытку изменить мир как бы вот так такой посыл рок все туда а вот эти группы под условным названием гранж они интровертные они ас а собственных проблемах все о собственных мыслях о собственном отношении они все внутрь работают но вот помимо того что это такая новая музыка новое дыхание новое видение это абсолютно классический американский рок при всей новизне при всем изменениях при всех изменениях в звуке в манере в одежде даже в сценическом поведении во всем во всем во всем это абсолютно классический американский рок который сразу мне вспомнился который сразу мне вспомнился сразу не вспомнился нил янг и потом я узнал что что они очень дружат, музыканты Перл Джем с Нилом Янгом, слушают его музыку и торчат на ней с дикой силой. Сразу вспомнился Брюс Спрингстон. И вся классика американского рока, она вся здесь читается в этом самом Перл Джеме, именно в этом альбоме. Потому что первые две пластинки очень хорошие, но они тяжелые, такие яростные, тяжелые, грубые, прямолинейные в каком-то смысле. И вот эта самая Американщина, она немножко там завуалирована. А здесь она в полный рост, но при этом сохраняется современный вот этот самый 90-х годов дикий напор. Вокалы Ди Ведера, конечно, потрясающие, потрясающий, уникальный тембр. Такой страдающий, страдающий, но не плаксивый, а мужицкий. Хрепловатый, надрывный, очень мне нравится он. Не вот эти вот «А-а-а-а-а-а-а-а». Вот эти вот хардоковые, квазиоперные напевы. Здесь человек нормальный человек поет. Нормальный человек поет. Без претензий на «А-а-а-а-а-а-а-а». Без этого всего дерьма. Ну, достаточно послушать, например, песню «Имморалити», предпоследнюю. чтобы понять, откуда я беру все эти рассуждения об американском роке. В чистом виде баллада, тяжелая, мелодичная, красивая, до безумия. При этом это тяжелый рок, все-таки, Перл Джим – это очень тяжелая группа по звуку. И совершенно независимая, независимая музыка. Это читается даже в музыке вот этой самой песни «Имморалити». Она без оглядки сделана на радио, на какие-то, на кому-то угодить, кому-то понравиться. Она абсолютно от себя. Грубая, прямая, с хорошей мелодией при этом. Но все это такая позиция, что мы делаем то, что нам нравится. И потом я выяснил, что так и есть, что Перл Джим – это совершенно независимая группа. В какой-то момент времени они сами стали заниматься выпуском собственных пластинок, как сами заниматься всем промоушеном и всем прочим. И большой бизнес – идите к черту. Мы, музыканты, нам нравится делать то, что мы делаем. И все. И никакие вот эти ваши продюсерские штучки нас вообще не интересуют. Перл Джим играет огромное количество концертов. И почти все их концерты записаны, и почти все их концерты вышли в виде бутлогов. Они сами выпускают собственные бутлоги, размещают их в интернете. У них там, я не знаю, какое количество. Несколько лет назад я знал, что их больше двухсот. Но сейчас, я думаю, что, наверное, за полтысячи перевалило уже количество пластинок. Виниловых группы Перл Джим. Их очень много, действительно, бутлогов. И они сами этим занимаются. Потому что плевать. Потому что мы делаем, что хотим. Но я заболтался. Я уже разрекламировал Иморалити. Но здесь все песни хороши, кроме последней, наверное. Когда вот слушаете предпоследнюю Иморалити, последняя «Ступит Моп» 8 минут. Там просто шиза. Там просто шиза, джем. Такой непонятный, достаточно тяжело его слушать. Но это такая шутка, не шутка. Здесь еще есть пара шуточек таких дурацких. Но они немножко разбавляют плотность всего остального альбома. «Last Exit» первая вещь. Она вроде бы посвящена суициду. Ну, как посвящена. Там проскакивают эти моменты. Но она музыкально очень красивая. И вот она меня сразу и зацепила. Потому что необычное построение гармонии с мелодией. Необычно они так стыкуются. Немножко поперек поет Веддар своим чудесным мужицким голосом. И игра, рок-группа выходит и не играет. Вот риф, соло, риф, соло. А играются аккордовые вещи. Достаточно сложные, с необычными переходами. Тяжело и прекрасный гитарный звук. Две гитары увязываются в этой аккордовой игре. Чудесно. Прямо необычно на тот момент времени было. Сейчас уже все привыкли к такой манере. Хотя, я не знаю, в русском роке никто так не играет. До сих пор. Я не слышал, что такая гитарная игра была у нас. Почему-то. Хотя это очень здорово. «Spin the Black Circle», вторая песня, посвящена виниловым пластинкам. Яростная, быстрая. Она вышла синглом, кажется. Даже у Pearl Jam в свое время на радио крутилась. Хотя им наплевать на все эти радио и все остальное. Но она кайфовая. Она, конечно, цепляет своей тематикой. Про виниловые пластинки. Крути, крути пластинку, крути. Пускай она крутится, крутится, крутится. Вот и мы их крутим, крутим, крутим. Очень хорошая. Это «Not for you», вообще моя любимая песня, третья. На одном рифе построена. «This is not for you». И она затягивает, затаскивает. И вот эти гитарные вязкие аккорды, вязкий звук. Вот они выработали свой звук. Все-таки чем отличается хорошая группа от никакой. Своим собственным звуком узнаваемым, который на раз просто сразу, вот сразу отличаешь. Даже без вокала, без ничего. Когда начинается вот этот риф, это все. И там... Тяжелые парни выходят здорово и играют аккордовые рифы. Очень классно. Очень мощно пробивает. «Tremor Christ». Четвертая вещь. Злобная, страшная, тревожная, тяжелая, громкая, гитарная. Все, что можно о ней сказать. Очень интересно. Дальше. «Натингмен». Наверное, одна из самых лучших баллад, которые, в принципе, я слышал в тяжелом роке. Современном. Ну, современный, давайте будем считать, там, с 90-го года, условно говоря. Если говорить о тяжелой музыке. «Натингмен», конечно, это... Настолько она прекрасна, настолько она по-хорошему американская. Сразу вспоминается тот же самый Нил Янг. И потом, таки, я узнал, что в этот период времени, когда записывался альбом «Виталоджи», начали они записывать его в 93-м году. Он вышел в 94-м. И считается, что это не посвящение, а в память о Курте Кобейне, который умер в этом году. Но начали они писать его в 93-м, когда Кобейн еще был жив. Так что тут просто так сложились обстоятельства. И вот эта самая песня «Натингмен», она и печальная, и тревожная, и лирическая, и она раскрывает сердце. Она очень красивая. «Уиппинг» – это просто хороший номер. про «Айтун». Тут тоже я ничего про него не скажу. А «Кадрой» – это песня злобная, посвященная фанатам, посвященная тем, кто покупает радиомузыку. Эдди Ведер когда-то купил бельветовую куртку дешевую, потом куда-то она у него делась, а потом он где-то на аукционе увидел, что она продается за бешеные деньги. Его это дико разозлило, разозлило то, что на нем, на любом его плевке, на любом его окурке делаются деньги, и кто-то на них живет, и это ему не в кайф. Он независимый человек, был и есть. И будет. «Бэтмен» – песня. После «Сатанс Бэт» – очень хороший номер злобный, и «Бэтмен» – еще одна баллада удивительной красоты. В общем, тяжелая, яростная, настоящая рок-музыка. Вот что такое металоджия, искусство жить. Про другие пластинки переложима я тоже с удовольствием поговорю с вами, потому что я очень люблю эту музыку. Это очень классная группа, на мой взгляд. Пойду и выпью. Пока.